Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали к Геннадию Ивановичу в гости, он сдает вот этот комплекс из черного кирпича, из облицовочного черного кирпича, то есть сейчас посмотрим, как это все запускается, как будет проходить сдача. Привет, Геннадий. Добрый день. Скажите, то есть, ну можно про комплекс, какие есть элементы и то есть, каким образом сдаете объект клиентам? В настоящее время он еще слегка не доделанный, потому что камень заказали, а камня нет. То есть это все под плитку будет? Да, вот здесь камень. Вот такой вот камушек будет. Это одна осталась с прошлого объекта. Вот такая черненькая. То есть стиль будет в таком, весь в темном церкви получается? Да. Для того, чтобы поставить мойку, нужен камень. Все. Здесь тоже, естественно, камень. Здесь планируется холодильник. Вот здесь планируется посудомоечная машина. Подведены коммуникации. А то есть она отдельно будет стоять, да, рядом? Да. Вода, слив, электричество. Здесь будет розеточка выведена. Все, дальше. Это там дыр. То есть сейчас его уже затопили, он уже нагорает? Вот так он работает. Дверки сделали для того, чтобы на всякий случай все равно выбрасывает дымок, чтобы этого не происходило. Мы закрыли и все в трубу. Это на него задвижка, да? Да, это задвижка. На тандыр, задвижка на камин и на плиту. Ну, то есть здесь стиль выдержанных как раз всего участка в темном цвете. И поэтому был как раз желание сделать черный. Но здесь еще есть он разного оттенка, есть с блестками, получается, есть матовый, да? Да, он как бы вот, есть кирпич, который с одной стороны блестит, с другой темный. То есть поэтому приходилось подбирать, я понимаю. Вот как есть, так и клали. А, то есть даже так. Ну, получилось по ощущению, что раскидывали, чтобы не было в одно смещение. Сейчас будем мангал затапливать. Мангал уже протапливался. Сейчас вот как раз затапливается еще раз. Подъехал клиент, сейчас будет принимать работу. Вы уже сдали ее или сейчас будете сдавать? Нет, уже сдали. Сдали? Так, сейчас покушали. Показательное выступление. Угу. Сейчас, получается, мы готовим, закладываем мясо на... Да? Подготовили, сейчас ждем угли. Да, и в тандыр, получается. А это в тандыр, это Сергей будет готовить. Да, и в моменте, сейчас у нас согреется и тандыр, и уже мангал нагревается. Да? Специалист уже на подъезде, и он будет готовить в этом казане плов. Мы пока его не трогаем, не нарушаем, как бы, это самое. То есть полностью все будет готовить? Да, полностью будет топить и готовить плов. Да, плита проложена на вате, да, чтобы убрала? Да, на вате, и здесь, как уже было говорено, будет камень лежать. То есть здесь также, вокруг везде камень? Да, да, везде будет камень. То есть ее уже топили? Да, ее топили, вот все. А с этой стороны ниши для чего планируется? А здесь много чего планировалось. Ну, просто будет ниша для всякого. Может, для посуды? Для посуды. Казан тот же поставил. Да, для посуды. Дровяник. Сейчас, правда, это строительный мусор, но в дальнейшем, я думаю, там какие-нибудь красивые дрова будут лежать, да? Там березы. Ну, в данный момент то, что было, их пытались вывести на мусор или куда-то на дрова. Я их вовремя тормознул, отобрал. Потому что дров здесь найти сухих проблематично. То есть все жарко началось, получается. Да. Сколько времени уходит? Я не засекал никогда. Ну, 10-15 лепер, корочка будет. Я скажу, как готов будет. Благодарные, окрестили. Я говорю, вот этот идеальный. Высота больше не надо, не выше. От угля до мяса, да, получается? Да. А сколько? Два кирпича? Два ряда кирпича, или кирпич на ребро. В первую очередь, получается, создаем корочку, да? Раз-два, чтобы влага не выходила. А потом уже дожариваем. Да, потом уже. Ну, куски желательно брать покрупнее, а они потом сочнее получаются. Пропекаются, но остается сочнее. А если слишком мелко порезано, тогда... Ну, куда денется, все равно получится. Горячей стороны не бывает. Горячей стороны не бывает. Жар такой хороший. Мы уже много лет вот такие подобные комплексы, даже мангалы. Сдаем, ну, поскольку у нас ключей нет, все же под ключ дают, а ключей нет. Что делать? Сдаем под шашлык. Чтобы потом никто сказал, что мангал, что-то там с ним не то. Не работает, не жарит. Все снимается, фиксируется. Будьте любезны. То есть ты называешь это сдал под шашлык? Под шашлык. Своё название такое. Сдать под шашлык. Редко кто возмущался. А печку под что сдают? Печку? Ну, печка там уже не под что не сдает. Ну, что печка затопили? А вот это вот под шашлык? Ну, можно и в печке что-то приготовить. Курица вовнутрь, жарит, что угодно. Печну бей, брали пигмент и добавляли там на ведро по стакану. Ну, это как саженный, как называется. То есть именно, ну, от того, что кирпич темный, а шов получится светлый. Если обычный, да, раствор использовать, то вы его красили, чтобы он больше, так скажем, монолит, в цвет кирпича был ближе. Да, я предлагал сделать вообще белый. Белый шов? На белую глину. Ну, вот как-то у нас рослось. Сейчас, получается, затапливается казан. Печь-казан. Печка под казан. Сейчас будет специалист готовить плов, покажет, как это делать. Я думаю, что мы тоже это снимем, чтобы это было. Сейчас будем загружать курицу. А, или мясо. А вот, а что мясо так мало? Это просто фарк. А, ну, здесь чисто мы сейчас это будем. А курица, она куда подвешивается? А, то есть вот, она вот эта будет. Это на низ ставится, а эта подвешивается. А, все, загружаем. То есть здесь будет печься картошка, там масло, картошка, помидоры. Мясо это остаток от шашлыка остался. То есть мы ставим на низ, прям на гуле? Да, получается, два чербашика. Чеплашки осталось. Вот этого. Ну, то есть он не на пол, он будет приподнят, получается. Да, же, подвешивается будет. Так, а курица уже будет подвешена. Да, курица будет подвешена. Приготовься, что примерно все в одно время. Ну, примерно, уже в одно. Сколько времени приходит, проход? 40 миль. Да, там все, температура. Ну, примерно, сейчас температура, как раз, подвешиваем. Закрываем. Все, закрыли. Время засекли. А температура сколько показывает? 150. Нет, нет, что-то 300, кажется. Это Фаренгейт, а это Цельсия 150. Вот эти вот датчики, он сделан вот вверх самой крышки, тут туда даже не выпущен, то есть он неправильно показывает. Ну, а так, сколько в среднем сейчас топки? 350. 350. 350. То есть сейчас ты моешь его или это масло? Нет, сейчас-то это просто вода, новый казан, потому что надо сначала немножко это. То есть ты его обмываешь от жира там, от заводских, это сольется все? Да, потом уже масло будет. Нет, вот я готовлю дома, кастрюлю тоже готовлю. Кастрюлю? Кастрюлю, ага. Я делаю место кушать, полкограмм баранина. Казан нагрелся, сейчас наливаем масло, кинжал, кинжал. Лариса? Да. Мне все не надо. Ну, кому как готовить, я так готовлю. Народ будет. То есть сейчас масло греем. В это время можно тоже увидеть, что мясо уже здесь, у Геннадия, готово. Сейчас будем пробовать. Готово, не готово, но однако там шоу готово. Все, не подгорело, пропеклась. Сначала мясо, потом лук, два штук. Ну, средний. А потом уже нот, это и нот. А что такое нот? Ну, фото называется. Давай. Нет, не семечка. Это специально такой нот. Нот называется. Специальный нот. То есть ты его замачиваешь заранее? Ну, тоже так, на тарелку. За сколько по времени? Ну, где-то я заранее подготовил вчера, а где-то 2 часа надо стоять, чтобы гореть теплую воду. В воде? Да, в воде. А потом можно сохранять, где холодильник, морозилник, можно поставить. Так, и что еще? Перец, лук. Можно добавить чеснок. Да, чеснок можно добавить. Так, целыми, да, встречаешься. А почему он целыми кидает? Ну, потому что уже, ну, так вот, у него есть сверху такая кожа, чтобы держит, когда варит будет. Ну, так освят сверху. Угу. То есть сейчас сок вот этот получаешь? Ну, да. И самое главное рис еще, да? Да, в итоге. Да, самый рис. Ух ты, нет, чуть не впал. Ну, где-то через 40 минут можно уже. Надо вот сверху. Нет, давай я потом. Закидываем. Казан нагрелся. Да. А не рубишь мясо так целым? Ну, да, целым лучше. А чем лучше? Да, потому что так. Ну, если можно, еще пополам можно. Ну, я так считаю, всегда лучше так. Вот. Сейчас защипит. О, еще немножко. А варится с закрытой крышкой или открыто лучше? Да, потом, когда это уже полностью, когда в воду добавим, потом закроем. Ну, лучше, лучше надо, лучше надо открыть. Открыто? Да. Лучше надо открывать. Мясо надо хорошо, чтобы пожарить надо. Ну, как варится масло, но потом сразу нельзя добавить лук. Вкусно пахнет. То есть, сюда полностью замешанную всякие разные приправы, то, что добавляется в плов. То есть, ну, кроме нее, соль, также соль уже, правильно? Нет, соль здесь не добавить. Нет, в плов имеется в виду соль, 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 это приправа. А в какой момент приправу и соль добавляешь? Уже врез? Да, уже когда... Не, не врез. Сначала вот морковка будет. Уже мясо уже посоленое, а уже соленое. Да, соленое уже есть. Ну, если свежее мясо, ну, свежее можно. Соль. Ну, там не надо много, пока никого не знаю, чтобы... Ну, немножко надо добавить соль. А если свежее мясо, да? А потом уже, когда с водой будем варить, потом можно пробовать. Да, да. То есть, оно отдастся немного воды. Да, да. Ну, вот уже обжаривать надо полный. Да, обжариваю. Прямо хорошо надо пожарить. Да, это вес-то 2 килограмм. Из запаса много. Да, запасный. Добавляем морковку. Ну, так, да? Да, лучше так. Сначала немножко, вот. Сначала где-то немножко надо. Ну, да, вот мешать. Потом еще свежее добавим. Принципиально не накрывать. Всегда вон открытом готовят? Да, открыто можно готовить. У нас-то всегда открыто готовят все. А если крышкой закроешь? А когда, да, это, ну, когда эта крышка закроем, да, сейчас-то, ну... Варится начинаем? Да, это быстрее варится потом. А когда вот, а, этого, пресс, когда будет, да, обязательно крышка надо закроть сверху. Угу. Что-то потом? Нот. Ну, ааа. Слубки? Дорог, вот. Мочал, да? Ну, ааа. Вшера. Да. И 90 часов хватит. Да уже готово. Ну, че ж знаете. Ну, где-то посредине надо. Чтоб не край. Че-че? Да, этого. До конца? До дна? Угу. Так. Сейчас сверху можно положить так. Сол добавим. Вот, нет, добавим. Это вот вся пачка уходит? Ну, да, обычно. Сколько здесь, грамм 50? Ну, да, где-то так. 50-60. Что спешилось? Специально для плова переправа. То есть придешь на рынок, посоветуем, да? Как-то ориентируйся. Ну, а пока. Сейчас икс настал. А курица маринованная была или нет? Да. Блюдо номер два. Запах хороший, какой вкусный. Что-то главный нарезатель. Наталья, это уберем. Здравствуйте. Здравствуйте. Проберезные лифтницы, что можно? Николай сжимаешься. Проберезные лифтницы, что можно? Ну, и мы в студии в этом году привозка сейчас на билет. Насыпаем в хлоп. Хлоп был замочен, да, заранее? Да. А плов какой используется? Там они же разные бывают. Рис. Рис. Да, рис там. Ну, можно это. А сейчас-то уже это. Обычный рис здесь получается. Китайский. Тайский. Можно говорить. Тайский. Сверху немножко воду допали. Что, уже час получается, да? Где-то готовки вышли. Больше часа. Ну, как проверить, готов он или нет? Да, уже готово. Ну, а мясо так и не переворачивало. Как оно снизу было, да? Так оно и остается. Это наш заказчик Сергей. Вы тут все покушали. Вкусно, надеюсь, ваше впечатление. Да, мне понравилась ваша работа. Все красиво, все работает. Все вкусно. Спасибо. Работает три агрегата. В каждом агрегате, как его, в приборе, приготовили курицу, шашлык и плов замечательный. Спасибо вам. Спасибо вам. Получается, каждый раз готовишь, я понимаю, да? Ну, и клиенту даешь возможность попробовать и показать, что можно сделать с комплексом. Конечно. Что ты сделал. Обычно заказчики довольные. Все довольные. Всегда довольные. Да не было такого недовольного отродяется. Что, что я сделал. То есть, Сергей, то есть, тоже понравилась, да, кухня. Да, да. И даже рисунка чистая. Еще это, да, к нему приловчиться с той же курицей, там, с мясом. То есть, это дело времени. Будешь готовить, будете уже, это, скажем, новое, наверное, блюдо какие-то новое придумывать. Ну, главное, есть, там уже будете изучать кухню. И сегодня, да, по готовке посмотрели, как готовится все, попробовали. Было очень вкусно. Геннадий Иванович, спасибо, что пригласил. Все было очень вкусно. Сергей, приятное знакомство было. Будем заканчивать, наверное, с видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ваш Печной Мир. Субтитры сделал DimaTorzok